Мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию по окончании встречи России в Болгарии. Команда наша выиграла 2-0. Михаил Галатенов, главный тренер нашей команды. Михаил Михайлович, вы поступили несколько вопросов. Давайте поочередно будем задавать. Паблик молодежной сборной задает такой вопрос. После забитого раннего гола не было ли у вас опасения, что команда может начать играть слишком с ума уверенно? Ну, вообще, я думаю, что любая команда, которая забивает быстрый гол, да, есть такое чувство, начинает уверенности, которое может, особенно у молодых футболистов, перерастить в чувство самоуверенности. Вы правильно заметили, да? Но на той мы и находимся, чтобы это как бы поправить, убирать эти моменты, да. Поэтому мы из бровки определенные коррективы старались вносить и в перерыве обязательно, потому что были необязательные потери мяча в определенной группе игроков, которые могли нить игры эту потерять. Мы этого не хотели делать, и я думаю, что нам это удалось, потому что после перерыва, в принципе, сбалансировано очень качественно отыграли. Тут же паблик интересуется, удалась ли сегодня игра флангами, на ваш взгляд, особенно в атаке? Ну, знаете, как сказать, безусловно, очень много нюансов, которые требуют улучшения. Но это тренировочная работа. Чем чаще мы будем собираться с ребятами, чем больше будет тренировочная работа, тем взаимодействие будет улучшаться. Ребята сыграли качественно, кто-то более, кто-то менее, но, в принципе, это нормально. Да, для первой игры самое главное, что мы увидели реакцию футболистов, это была полнейшая самодача, и на поле не было равнодушных, а в игре за сборной такого, в принципе, быть не может, тем более в нашей команде, мы очень внимательно за этим следим. Что касается фланговой игры, и Ломовицкий, и Сулейманов, и Лисовой, и Глушенков, те футболисты, которые в этой позиции играли, они тот объем работы определенный выполнили. План на игру, которую мы, в принципе, проговаривали, они сделали, добавили скорости, добавили агрессии, и, в принципе, очень достаточно неплохо, но, естественно, как я уже сказал, улучшать очень много лишних. Спасибо. Идем дальше. Евгений Морозов, спорт день за днем. Поздравляем с победой. Каково это играть после столь долгой паузы, почти в год? Легко ли было настроить игроков на матч? Сильно ли пострадала сыгранность состава? И какие целые эмоции после возвращения? То есть в одном вопросе сразу четыре. Ну, как я уже сказал, что эмоции, безусловно, положительные, потому что футбол вернулся, и матчи сборных вернулись, и для нас это большое подспорье. Как я уже сказал в предыдущем ответе, да, что чем больше будет тренировочных дней, чем взаимодействие будет улучшаться, сыгранность будет улучшаться, взаимодействие будет улучшаться, ребята будут вспоминать определенные требования, поэтому нам, конечно, пришлось... Мы практически в ежедневном режиме проводили индивидуальные теории, командные, групповые определенные, да, чтобы ребята уже в голове своей занимались организацией игры определенной, да, чтобы взаимодействия были вспомнены. Поэтому здесь я очень надеюсь, что мы дальше будем поступательно двигаться. Эйфории нет, я сейчас об этом команде сказал, не должно быть, потому что впереди важнейшая игра со сборной Польши. Также вопрос от Евгения Морозова, «Спорт день за днем». Быстрый гол от результат стратегии на матч или с течением стоять? Была ли установка забить в дебюте? Ну, мы проговаривали с командой, что, как правило, такие организованные команды, как Болгария и другие команды, им надо забивать, потому что чем дальше это будет оттягиваться, тем для них это будет комфортное состояние, и нам будет очень тяжело скрывать их оборону, потому что команда очень дисциплинированная, обученная, очень неприятная, да, поэтому с точки зрения вот взламывания их позиционной обороны, нам удалось этот мяч забить быстрый, мы сказали об этом, я уже повторюсь, да, ребятам, и они, безусловно, молодцы. И заключительный вопрос от Евгения Морозова. Станислав Саламович снова не вызвал ни одного из голкиперов в основную команду. По вашему мнению, готовы ли Сафонов и Максименко выступать за основную команду на текущий момент? Я считаю, что наши вратари оба – это высококлассные ребята, они на сегодняшний день лучшие, я думаю, одни из лучших в своей позиции в чемпионате, они доказывают это делом, классом. На сегодняшний день они в молодежной сборной, они конкурируют между собой, для меня они оба лучшие, да, поэтому, но двоих нельзя поставить в ворота, поэтому приходится делать выбор. Станислав Саламович, мы определенные моменты проговариваем, он обо всех кандидатах в сборную знает, не только о вышеперечисленных ребятах, поэтому внимательно следит, я думаю, что по приезду опять мы проговорим определенные моменты, если посчитает нужным национальная сборная, что кто-то из нас достоин, из наших ребят достоин быть там, значит, безусловно, он будет, для этого мы и работаем, да, чтобы наши молодые футболисты оказались со временем в национальной сборной, поэтому я считаю, что, безусловно, эти ребята в будущем. Вопрос от Спортэкспресса. Как оцените игру Ивана Игнатьева? С учетом того, что взаимодействия пока нам немножко не хватает, но Ваня большой объем работы проделал, Ваня был остр в определенных моментах, хорошо цеплялся за мячи, не хватало, возможно, каких-то завершающих действий, но это, наверное, проблема не самого Ивана, а проблема нашей организации в атаке, да, что нам более слаженно и по взаимодействию наша работа для того, чтобы центрального нападающего вводить на голевые эпизоды. Поэтому мы Иваном довольны, мы его подбодрим, но какие-то нюансы по открываниям, по взаимодействиям по степенному нападению, по взаимодействиям с партнерами, конечно, надо улучшить. И еще один заключительный вопрос на сегодня тоже от издания Спортэкспресса. Чем вызвана замена Лисового на Ломовицкого? Я думаю, что характер игры подсказывал, в принципе, мы планировали, что у нас есть два быстрых фланговых атакующих игрока, Лисовой начал в стартовом составе, но были и положительные моменты, были моменты, которые требуют улучшения, Ломовицкий добавил скорости, динамики, в принципе, это нормально, характер игры подсказывал, что мне лично, как главному тренеру, что там нужно сделать определенные изменения, поэтому не могу сказать, что и не хочу говорить о том, что Лисовой сыграл как-то не так, он сыграл хорошо, у него были хорошие положительные моменты, дриблинг, скорость, он сошел в обострение, были, правда, неоправданные потери, это рабочий процесс, но очень хорошо, что в нашем распоряжении есть такие футболисты, которые могут дополнять друг друга. На этом все, спасибо, уважаемые коллеги, сегодня с вами была сборная России, и Михаил Михайлович Голченов, главный тренер нашей команды.